26 лет этот портрет молодой женщины приковывал к себе внимание тысяч посетителей Хинкенской картинной галереи. Работа Константина Маковского вошла в знаменитый тематический цикл произведений автора, посвященный высшему старинному русскому сословию. Поскольку портрет этот не имеет надписей, мы не можем сказать, кто именно изображен на этом портрете. Но манера выполнения этого портрета, этюдная, говорит нам о том, что это одна из подготовительных работ Константина Маковского, в момент, когда он создавал целую серию своих картин «Боярский быт». В этот период была создана... Мы считаем, что является украшением нашего музея и образцом, очень хорошим образцом реалистического портрета. В ближайшие полгода картина украсит стены другой галереи. Произведение Маковского переезжает в Серпуховский историко-художественный музей. К 180-летнему юбилею художника открывается выставка его работ, арендованных у галерей и частных коллекционеров Москвы и Подмосковья. Однако погружать в старину будет не только живопись художника. Будет посвящен целый зал. Там можно будет посмотреть костюмы различных губерний, архангельской губернии. Это будет реконструкция Нижегородской губернии. Это очень созвучно с боярским циклом Константина Егоровича Маковского. Головные уборы старинные можно будет посмотреть. Ну и, конечно, живопись. Константин Маковский – один из талантливых отечественных живописцев второй половины XIX века. По мнению его современников, он воскресил в художественном творчестве позабытую эпоху патриархальной Руси. Двеев работы в числе сотни других картин различных авторов подарил городу в начале 90-х годов прошлого века коллекционер Сергей Горшин, что и стало отправной точкой в истории Химкинской картинной галереи. Продолжение следует...